Мой дружок, скоро выйдет большая обнова, которая будет требовать очень много денег. А у тебя денег нет, а? Тогда заходи в мою группу по прокачке. Заманчивые предложения по низким ценам. Прокачиваем аккаунты на ПК без переноса и риска бана. Позволь себе купить всё в мире GTA и чтобы ещё осталось на потом. Ссылочка на группу в описании. Всем привет дружочки пирожочки. Да, я знаю, всех когда-то интересовало, сколько же зелени надо, чтобы купить всё в GTA Online. Но ведь это тупо нереально. Тачек будет больше чем гаражей, даже с учётом ебунячьего гаража на 60 мест. В этом видео мы купим всё необходимое для роскошной жизни. А это значит, что мы не будем тупо скупать все тачки, самолёты и вертолёты. А купим всё то, чем обычно хвастаются люди и на что горбатятся, сливая свои молодые годы жизни на монотонную дрочь в этой ёбаной игре. Кстати да, это Валера, просто Валера. Ноунейм в мире GTA, мы дадим ему всё, чтобы он почувствовал себя человеком не прикладывая к этому особых усилий. Итак начинаем. Валера, доставай мобилу, сейчас будем спускать кэш. Итак начнём. Первым делом нужно купить хату. Денег у нас кстати на начало 834 мульта. Должно хватить. Итак берём самый охуительный пентхаус. Ведь красиво жить не запретишь. Далее выбираем офис. Я не стал брать самый понтовый. Взял тот, к которому привык. А сейчас на него тем более скидки. Итак закупаем всё. И ещё конечно же берём к нему гараж на 60 повозок. Всё делаем по красоте. И вот уже у нас нет 7 лямов. А мы просто купили какую-то квартирку и офис с гаражом. Тем более что офис у нас с нихуёвой скидкой. Далее выбираем мотоклуб. Не самый дорогой. А тот который расположен в хорошем месте на берегу моря. Опять почти 2 ляма отвалили. Ну и раз такая тема пошла. Нужно и яхту прикупить. Тем более на неё скидуха. Бомж комплектации нас не интересует. Итак собрали нашу лодочку за 7 лямов. Ну раз тема морская. То и кракен возьмём. Может придёт время и мы будем изучать дно Рокстаровского океана. Ну а теперь тачки. Тут всё намного сложнее. Я бы конечно мог сейчас взять и скупить все тачки. Потратить четверть миллиарда и сказать. Что всё как-то дорого. Нет. Мы возьмём пару красивых автомобилей. Пару популярных суперкаров. Также заглянем к Бенне. Чтобы у него что-нибудь прикупить. К каждой тачке можно смело прибавлять по 1,5 ляма. Примерно столько уйдёт на хороший тюнинг. Но тюнинговать я эти тачки конечно же не буду. Ну а теперь зайдём на сайт Шерпотреба. Тут мы возьмём пикап для бездорожья. Курму для того, чтоб было. И Хакучай быстрый и дешёвый байк. Ну и к нему ещё Хакучая драк. Тоже быстрый, но уже не дешёвый. Ну а теперь давайте отправимся в офис. Там ещё много чего. На что можно потратить бабки. Считайте 30 лямов уже нет. И вот наш Валера в офисе. Наша задача прикупить складов. Ведь по легенде мы простые работяги. А чем больше складов, тем больше складов. Для начала выбираем склады для спецгрузов. Забиваем все ячейки. Ну и транспортный склад. Жаль транспортных складов много накупить нельзя. Будем довольствоваться только одним. И вот уже 16 лямов улетело. Интересно, за сколько мы сможем окупить это всё? Ладно не стоим на месте. Теперь закупаемся техникой. Мы купили транспортный склад и можем теперь загрузить его подвал особым транспортом. Тут мы выбирать ничего не будем. Для нас всё интересно. И вот уже 20 лямов нет. А мы просто купили несколько машинок. Но это не всё. Продолжаем скупать пегасовскую технику. Карго-боб, чтобы тачки на яхту таскать. Лимузин с турелью, чтобы с пацанами отдыхать. Инсургент с пулемётом, чтобы было. И просто инсургент, чтобы в пробках не стоять. Без гидры в наше время никуда. Ну и сывагу прикупим для разнообразия. Так, теперь берём дюк бронированный. Также танк, чтобы дулом девочек цеплять. Ну и конечно же бузард. Самый незаменимый транспорт в игре. Ну и вот это, тупо чтобы было. Теперь перейдём к самолётам. Если у вас много друзей, то берите милджет. Больше половины сессии в него умещается. Ну и какой-нибудь добротный вертолёт. Чтобы не стыдно было летать на нём. И вот снова минусуем 20 лямов. А это получается, что мы слили уже около 85 лямов. Хотя тачки не прокачаны. А про предприятия мотоклуба и улучшения мы вовсе ничего не рассказали. Погнали в мотоклуб скупать предприятия. Итак, мы в мотоклубе. Садимся пилить видосы. Нет, садимся и скупаем все предприятия. Так как я в городе, то и предприятия хотелось бы видеть в городе. Поэтому скупаем склад кокаина, медлабораторию, печатную мастерскую, гидропонный цех и поддельные документы. Тут денег немного ушло, всего 8 лямов. Но мы люди непростые, поэтому едем прокачивать каждое предприятие. Мы заедем в каждое и прокачаем по полной. И на выходе получается ещё 8 лямов. Львиную долю мы потратили на те предприятия и склады, которые по логике должны приносить нам прибыль. А по факту не каждому удастся даже окупить то, что он приобрел. Ну да ладно, надо также прокачать склад спецгрузов. Кстати прокачав улучшения для транспорта на одном складе, на других складах прокачивать уже не надо. А теперь прикупим ещё квартир. Ну мы люди богатые, мест для транспорта должно быть больше. Так вот сейчас как раз узнаём, можно ли купить несколько квартир в одном доме и как заехать в гараж определенной квартиры. Как мы видим, все популярные пентхаусы мы скупили, теперь находим тачку и заезжаем в гараж. У нас на выбор есть в какой гараж мы именно заедем. Грубо говоря можно устроить свой многоуровневый гараж в одном доме. Главное не забыть в каком из гаражей стоит машина. И после всего этого логично было бы отправиться в магазин за пушками и одеждой. Тут у всех может быть по-разному. Тем более когда речь заходит о одежде, кто-то привык ходить в протёртых и растянутых трусах. А кому-то на каждый день нужна новая шмотка. В среднем у вас на это уйдёт 300 или 500 тысяч, то есть совсем немного. Всего у нас вышло примерно 100 лямов слить на вот это всё. Но вот в чём загвоздка, ведь тачек в гараже обычно больше чем мы купили, и они все затюнингованы. Так что мы сейчас отправимся прокачивать все тачки и докупать ещё для своей коллекции. Так, чтобы после всего этого я сказал, да, вот теперь у меня есть выбор. Погнали. Субтитры делал DimaTorzok Мы заполнили весь наш трёхуровневый гараж с шестью-десятью автомобилями. Недурно. Теперь прокачаем некоторые из них, те, которые тюнингуются у Бенни. Погнали. Мы заполнили нюхер. Мы заполнили. И вот в конце мы получаем уже 675 миллионов. Вот это уже похоже на правду. А изначально у нас было 834. То есть для того, чтобы ни в чем себе не отказывать на данный момент нужно как минимум 160 миллионов долларов ЖТА. Так что друзья сравните с теми доходами, которые вы получаете от спецгруза и транспортного склада вместе с мотоклубом. Выходит ли у вас легко делать по миллиону в день? А если да, то вам понадобится примерно полгода, чтобы заработать на это все. Конечно же есть также ограбления и противоборства, которые тоже приносят хорошие деньги. Но впереди еще одно обновление, которое точно затребует от вас как минимум лямов в 30-40. Итого получается, что нужно иметь как минимум 200 миллионов долларов ЖТА для беспечной игры. Покупая понравившиеся автомобили и другую технику вместе с недвижимостью. Это был небольшой видосик на тему того, сколько нужно денег в ЖТА Анлин, чтобы купить все, что хотелось бы. А с вами был дилетант Иволера, который обнищал на 160 миллионов долларов ЖТА. Я желаю вам правильных покупок. Всем бэбэ, всем гэгэ. А тут типы видосы, которые я рекомендую посмотреть. Так что клацай на один из них, если не мразь.